Приветствую друзья! Столбик термометра опустился ниже нуля, значит события этого дня уже набрали нужный минусовой градус и мы готовы вещать новости из холодильника. Можно вечно наблюдать, как путинская армия пополняется черными пакетами, как алконавт Медведев пишет посты о судном дне и как боевые гуси наведываются на заповедную территорию без приглашения. Американская страна планировала вести на Украине в 2022 году работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий. Вот это сутки выдались у сверхдержавы. В Орле полыхало и в Нижегородской области огонь танцевал. На излюбленных объектах путинских олигархов нефтебазах. Адское пламя у кремлевских мир умирает с осмеху. Стабильность теперь выглядит так. Птички неизвестной породы атаковали 9 регионов Россиюшки. В цеху Кожигетовича уверяют, дырявая ПВО РФ сбила 25 беспилотников за ночь. Почему не 250? Согласны. Нежданчик случился, явились в гости без предупреждения. Но дело-то всего на 5 минут. Как-то все и все у них теряются. Вот и СВО. Путинское основательно затерялось в Кносском лабиринте. Трудно лить слезы, когда с клыков капает кровь. Обезвоживание появляется. Вы предпочитаете больше в савокусе или помидоры? Смотря, что закусывают. Что вы больше любите? Селедку под шубой или оливье? Смотря, что закусывают. Вот жители российского приграничья уже запамятовали, когда спокойно могли заснуть без того, чтобы не хлебнуть. Давно это было, еще во времена праздничных салютов, без священной СВО. И дроны фаер-шоу не устраивали, ибо вовнятка в грезах не мерещился, и танки с непонятными флагами не разгуливали. Танки едут. Ой-ой-ой, несется! Думаете, диктатор переживает, что там взрывается в Курской или на Белгородщине? Правитель своих и чужих земель очень переживает за русских. Русских не из Воронежа или Брянска, а из страны путинской фантазии Новороссии. Заявил о чувстве вины из-за склероза. Память отшибла о жителях Донбасса. Не мы начали эту войну в Донбассе. Но, как уже не раз говорил, мы сделаем все, чтобы ее закончить. Искоренить нацизм. Раз великий собиратель земель за своих подданных не беспокоится, освобождать россиян пришли российские добровольцы. Когда приграничные регионы обстреливали в ответ на путинскую политику, Москва молчала. Мы приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры террористической организации, захватившей власть. Ведем бой в Теткино. Регион, свобода, Россия. Спасают от путинской диктатуры. Чтобы граждане жили свободно и голосовали за кого хотят, а не за обнуленного и несменяемого. Мы русские дружим с кем хотим. Хочешь подружиться, признай наш Крым. Кто нас не любит, мы вас не слышим. За Россию да. Да. За русских да. Агитируют так, будто какие-то телодвижения изменят, что в этом фарсе выборов. Но бояре-царя на местах стараются. Во Владивостоке уже домофоны в подъездах зовут голосовать за любого кандидата. Но обязательно за Путина. Ждем, когда украденные микроволновки и унитазы перепрограммируют на кремлевский язык. Приходите на выборы 15, 16, 17 марта. Ваш голос важен. Фееричный финал у еще одного российского самолета. Военно-транспортного Ил-76 упал. Раньше отправляли на концерт Кобзона. А теперь будут комику, который однажды феерично пошутил над трагедией сбитого Боинга. Упал, потому что был тяжелее воздуха. Хотя лишнее. Перед взлетом самолет все-таки сбросил. Да, блядь. Смотри, реально горит. Все опять по плану. Или говоря российским, новоязом отрицательно успешно приземлился. У меня тут к вам накопилось большое количество вопросов. Вы не поверите, но у меня к вам накопилось большое количество ответов. Было бы супер, если бы ваши вопросы и мои ответы как-то совпали. Донесли, что на борту летели офицеры-операторы самолета разведки А-50. Оренбургские летчики. Те самые, что наводят ракеты на мирные украинские города. Какое роковое стечение обстоятельств. Гравитация и карма бессердечные вы. Бессердечные, но справедливые. Давай порепетируем. Что в ГАГе говорить бишь? Are you gangster? Yes, I am Putin. Это были все новости из холодильника. Друзья, смотрите выпуски Разморозка Ньюс и подписывайтесь на канал Утро Февраля. Если вы из России, подписывайтесь только через VPN. И вообще все делайте через VPN. Мы заботимся о вашей безопасности. Берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok